Главным событием прошлой недели в понимании белорусской госпропаганды стал приезд в Минск премьера Государственного Совета КНР Ли Тяна. Лукашенко заявил, что этот приезд может быть историческим. Он надеется, что в ближайшие пять лет экспорт белорусских услуг в Китае вырастет на 12-15%. На чем основаны эти надежды, оратор не объяснил. Обязательным пунктом для таких случаев в последнее время стало цитирование Си Цзиньпина. Судя по официальным сообщениям, переговоры состояли из абстрактных заявлений. Лукашенко помиловал и освободил 30 политзаключенных. По отношению к их общему количеству, это, как выразился обозреватель Александр Фридман, гомеопатическая порция. Однако каждое освобождение вызывает споры в среде демократических сил, и, возможно, власть этим пользуется намеренно. По мнению Фридмана, никаких изменений в внутренней политике не предвидится. Возможно, режим будет выпускать больше людей, осужденных к небольшим срокам, продавая это на внешнем рынке как в некую либерализацию. Но вряд ли Лукашенко освободит политзаключенных, которые считают своими личными врагами. Аналитик Игорь Тышкевич связывает освобождение политзаключенных с визитом в Минск китайского премьера госсовета. А также отмечает, что количество незаконных попыток пересечения иммигрантами белорусско-польской границы за последний месяц уменьшилось в разы. По словам эксперта, это не случайно. После дорогого китайского гостя Лукашенко принял посланца Папы Римского, апостольского нунца в деспублике Беларусь Анты Йозича. Видимо, такую коррекцию геополитической ориентации простимулировали украинские танки в Курской области. Лукашенко подчеркнул, что взгляды руководства Беларуси и Ватикана практически совпадают, что Европе нужен новый договор о мире. В субботу Лукашенко поздравил народ Украины с днем недвижимости. Он это не первый раз делает с начала полномасштабного российского вторжения. Но в этот раз, видимо, на фоне тех же украинских танков в Курской области, Z-паблики стало особенно сильно помнить. Многовекторное предательство союзника глубоко оскорбило российскую пропаганду. В этот же день президент Польши Андрей Дуда посетил Киев. Коротко про суть визита в этом видео. Тот, кто нападает на кого-то, должен принимать во внимание, что он будет бит, что будут потери. И глуп тот, кто не принимает этого внимания. Но если будет так, что россияне сделают так, что должны сделать, а именно, развернутся домой и российская армия будет выходить из Украины. Если будет так, что украинские войска будут тогда атаковать российские войска, которые однозначно будут уходить из Украины, то я первый возьму телефон и позвоню Зеленскому и попрошу не бомбить их, когда они идут вон. Пускай идут домой. А если будет занято? Так бывает. Хоть ты сам президент и я президент, так может случиться, что ты мне звонишь, а у меня занято.